доброго времени суток с вами texer продолжаем играть в stationers и я за кадром тут ковырялся с электроникой сейчас сказать в кадре я по-моему с ней не ковырялся жизнь налаживается вот моя конструкция по электронике но есть нюанс а есть нюанс нюанс состоит в следующем здесь светило так называем она ходит очень низко над горизонтом она так буквально проходит мочке вышел так и стандартная моя конструкция ну ладно она не моя который я пользуюсь она не способна отследить этого солнца света в общем так вкратце у меня в ком-то видео было объяснено работает конструкция живет на сайте википедии да и взял но тут многовато проводов но я чтобы не париться по все проводами все датчик дневного света с него считывается одним ридером угол светило другим ридером есть светило или нету если светило нету эта штока выдает 0 математический уин пересчитывает градусов процент для вот вот этой вот панельки на процентах этот юнит домножает либо на единичку либо на 0 если 0 солнечная эта панель возвращается в 0 туда становится сейчас по невидимой причине не вернулась электричество нет вот она и вернулась что-то тут с электричеством не то что тут очень хорошо с электричеством не то ладно мы с ним разберемся просто как-то не так то а туда все высасывает из нее это должно не так работать все а вот нам есть чем ночью заняться стоп это дата сейчас погодить ща ща будем разбираться это знаете ли дата тут уходит туда и уходит туда все должно работать а все правильно у нее 0 тут я болен не подумал у него 0 то тут вот она в 0 и встала все нормально крыш поехала бывает а учени все выключены это не включены тут энергии нет ей не хватает что ли погодите питание расходится туда и суда надо большую батарейку просто не суть важно потом разберемся или общество батарейки не поставил я мог и так а вот возвращаясь к этому этот переводит градусы в проценты домножает тут либо на 0 либо на 1 когда на 0 она встает в 0 когда на 1 она передает данные дальше на управление и вот этот батч райтер отправляет команду на все имеющиеся солнечные панели но всех у меня пока особо нету ну что поделать что есть то есть вот я думаю что мне нужно вот этот вот коэффициент 1.8 как-то подрегулировать с тем чтобы она нормально следила за солнцем больше его или меньше мы на него делим значит меньше давайте сделаю 1.5 что она она к концу получается смотрит не туда куда садится солнце вот в чем дело давайте это дело подрегулирую увеличить уменьшить хотя сделал сначала 1.2 и посмотрим что из этого будет все с этим все вот зараза какая не рабочая чё с тобой не так а может и выключена она включена но тут заряда нет чему там заряда нет я не знаю не знаю почему там заряда нет и видите сейчас пошла разрядка эти все питаются но и них одно маленький аккумулятор мне кажется из-за этого его хватает там вот тут расход идет вниз да вот вниз идет натопит они сюда так ладно чем могли сделали я верну поставлю потом еще одну такую мне будет хорошо а что я тут еще хочу сделать я хотел чем добыть но вначале это очень хреново все работает поэтому давайте мы тут демонтируем заразу выключить 1900 но я заряжаю уже атмосферой местной все у нас с этим хорошо разобрали да где-нибудь тут сейчас и поставим ну вот и поставили чего бы и нет а проводов мне конечно надо чё у нас моток кабеля давай моток кабеля кабели то и нету собираем 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 там много еще осталось за меди скоро лететь так придется такими темпами я летаю только ночью что ночью свободно летать мне нужен на самом деле маяк харэ харэ стой стой вот тут чего тут дата а тут не дата все понятно так сюда сюда перебрали все варианты проще вот так крутить не так вот так и так подключили отлично так с этим есть что собственно я хочу сделать я хочу здесь сделать холодильник вакуумный вакуумный холодильник чтобы охлаждать воздух в моей норе для этого снова нужно бросить каркас ммм да я бы еще один каркас бросил на самом деле вот так ну да так железо сварщик такой пока каркас а вот холодильнику цельносварной каркас и мне не хватает о 4 стены надо 5 стен вот 4 стены сделал и там сейчас все смонтируем в ней так у меня железа мало да блин у меня всего мало болгарка раз железная стена два все железа больше нет железа больше нет железа надо бы наплавить а есть ли у меня железо ящик у тебя есть железо какой моток кабеля железо-железо-железо-железо-железо-железо есть нет ну и погаснет в ком есть железо в тебе есть железо да есть железо выходи сейчас будет просто светло а я буду как лох сидеть вытаскивать руку еще железо-железо давай-ка туда его так поб activities сколько мне нужно железо-железоdamn ну минимум два можно больше Так туда что мне еще нужно мне нужно как минимум одну стену железо-о31 стальный каркас лист стали набор знак стена железо-железная стена Давайте я сделаю пока одну, мне, собственно, сюда только одну нужно. Я пока ставить даже ее не буду. Мне сюда одну нужно. Чем мне еще нужно? Трубы. Трубы, вот там есть раз труба, у меня больше что-то нету особо. Давай. А, нет, загибатель труб, закройся. Мне нужно вот это, чтобы было. Так, что мне надо? Тут нужно. Что у меня там лежит? Посмотрим. Что тут у меня лежит? Дайте пройду. Вентиль. Вентиль мне нужен. 16 труп у меня есть, здорово. Это то, что надо. Ай, да что ты будешь? Вентиль брось. Вентиль не надо. Так, что тут у нас есть? Активная вентиляция. Тоже хорошая штука тоже нужна. Нам солнышко поднимает. Сейчас моя вся работа на смарку пойдет. Ну, не то, что я на смарку просто делать ничего не смогу. Мне нужна пассивочка теперь. Пассивная вентиляция нужна. Давайте пока солнце не вырезал, давайте фигню и страдать. Пассивная вентиляция. Радиатор тоже нужно. Мне надо сначала пассивная вентиляция. Пошел. Солнышко повернулось. Стоять. Ну, пассивка пригодится на самом деле. Так, пассивка. Вентиль. Нет, 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 нет. Наклейка для трубы тоже здорово. Радиатор. Серьезно? Золото и сталь. Ай-яй-яй. Натурально. Ай-яй-яй. Температура пошла вверх. Я пошел прятаться. Не хрен мне тут жарится. Собственно, что я хотел. Я хотел оттуда скачать воздух, чтобы там был вакуум. После чего поставить... Нет, сначала поставить туда стойку с радиаторами и сюда вывести охлаждение. Вакуум охлаждение идет автоматом, по сути. Но солнышко меня немножко подвело. Вылезла, сволочь. Просто вылезла, сволочь. Так, включись. Ну, тут все хорошо. Там тоже пошла зарядка. Мне нужен будет большой аккумулятор наверх, потому что там панелька за этим не очень хорошо следит, я так понимаю. Так, а как ты... Так, вот повернута... Ну, смотрите, на полтора вроде нормально. На самом деле, поначалу тут не видно. Видно тут будет в конце. Врет она или не врет по направлению по-своему. Она ближе к концу отстает. То есть, вот это вот светило движется над горизонтом быстрее, чем поворачивается антенна. Ну, увидим. Полторашечку я поставил. Может быть, он будет так. Вот я так лицом к нему. Вроде пока следит, но по-моему, он опять его обгоняет. Ну, в целом, заряд идет нормально. Так, давайте мы пока, суть до дела, свою подзарядим. Скажу больше. Давайте подзарядим все. Че еще? В дрели еще. Вот так. В ком еще? Да, так, так. Да, все. Ну, еще вот в этом. Чардж хай. Ну, и пущай хай будет. Давайте вот так. Тыц, фул. Фул лучше, чем хай. А мне скоро понадобится фильтр, между прочим. Если шо. Так, поворачиваешь, отстаешь. Опять она отстает. Отстает. Сильнее отстает. Не, вроде слабее отстает. То есть, надо, наверное, еще циферку поменьше поставить, тогда она будет прям следить до конца. 182 градуса снаружи. Хреново. Нужно над охлаждением думать. С охлаждением, как видите, все хреново. Ну, нужно золото. Нужно золото, нужна сталь. Чтобы было золото и сталь, мне нужна печка. Нужна печка вот эта вот, которая газовая. Но есть нюанс. Тут на улице 600 градусов. Мне нужен уголь. Свинцовая руда, серебряная. Голда есть. Видяха есть. Угля нет. Мне нужен уголь. А, так я начал про температуру. В чем прикол? Если я положу в эту печку... Вот, наверное, уголь. Если я положу в эту печку уголь и железо, оно на улице расплавится само по себе. Слушайте, разряд идет. Она поворачивается намедленно. Но, по-моему, лучше, чем было. Вообще, к концу дня... Так, я вот так сюда... Да нет, более-менее. К концу дня она была под 90 градусов. А сейчас, я смотрю, она быстрее вроде крутится. Блин, еда 59%. Мало. У меня вот там осталось 4 батончика. Я тут с голоду помру, я так чувствую. Так. Все, пошел заряд туда. Давай. Хоп. А тут что показывает? А тут... У того идет разряд, между прочим. Вот такая вот шляпа. Почему идет разряд? Непонятно. А, ну к ней подключено все. Ну, в общем, такая вот у нас тут беда с этим лопухом. Надо туда, наверное, большую батарейку. Так. Стоит он почти прямо сейчас сюда. Ну да, меньше-меньше. Лучше крутит. Мне кажется, сейчас тут дозарядится. Туда пойдет заряд. Надо будет, кстати, еще над одной панелью солнечной подумать. Потому что одной, ну, маловато. Надо еще. Надо так же подумать. Там большой батареи, которая куда-нибудь вот сюда вот в корячую. И пусть стоит. Провод я еще пока туда не вывел. Это будет шлюз. Тоже надо. Тоже все надо. Да и вообще, ну, не ловик, может, все время открывать. Но сначала хотелось бы комфортную температуру тут добыть. Да, непрямой угол. 0,8 надо, наверное, ставить. Или 0,9. Что-то такое. Ну, короче, вдвое, наверное, да. Так, спрашиваю, как будто кто-то знает. А может, кто-то и знает. Но, скорее всего, здесь сделали схему добычи электричества на процессоре. На процессоре это проще. Он отслеживает просто у бяси и ведет за солнцем. Как-то надо запомнить, где уголь. Просто сейчас я на солнце вылезть не рискну. Это жопа. А уголь надо. Золото у меня есть, а угля нету. Выглядывая так вот, трусливо выглядывая из окон. Что там снаружи на равнине? Где там уголь? А еще же от базы далеко не лечет. Вот там, по-моему, уголь. От базы же еще далеко не улетишь, потому что... Маяка нету. Маяка нету вообще никакого. Даже вот этого временного, который переносной. Сколько там градусов на улице сейчас? У меня тут 206. А там все 600, небось. Ну, ждем. Так, баллон отхода нормально. Баллон вот с этим... Джетпаковый баллон фиговый. Так, это выключим пока. И там, вон, прибор работает, собака. И жрет электричество. Ну что, пойдем, наверное, на выход. Так. Ломик, иди сюда. Таким жаром в морду. Да? 314, но не я. 314 можно терпеть. 350. 350 нельзя терпеть. Так, для сни. Ну да, нормально, крутится теперь. Так, что у нас тут? Тут у нас... Вот это я выброшу. Фильтр. Я, конечно, понимаю, что это... Я мусорю, но ладно. Я мусорю, да. Ой, не надо. Вот бросать не надо. Я фильтр себе положил куда-то, да? Лети. Не улетел, ну и ладно. Пофиг. Так. Уголь. Тут главное еще не просрать джетпак. Это не уголь, нихрена. Уголь. Не вижу, глянь. Ни хрена вообще нигде. Так, джетпак. Мало джетпака осталось, черт возьми. Буду верить, что это уголь. Стоять. Фонарь. Уголь. Вот я что не зарядил. Я не зарядил бур. Много ли мне надо угля? Немного, потому что у меня железа немного. Мягко говоря, у меня железа нет. Железо? Железо. Вот. Теперь железо будет. Там же один к одному вроде. Угля у меня 27. На день в печке оставить, и все. 680. И приземляемся. Вот так. Джетпак, блин. Окей. Инструменты, идите сюда. Заряжу сейчас джетпак. Да, critical, critical. Так. Что там где-то? 376. Ага. 375. Да норм. Не буду больше делать. Жахнет им за спиной. Мучайся потом. Нормально. Так. Печь. Печь. Мне нужна печь. Мне нужна печь. В автоладе. Это выплюем. 52. Маловато, конечно же. Пойдем посмотрим, что нам дается печь. С чего. Дуговая. Нифига не дуговая. Подставка для ящика. Центрифуга. Печь. Что надо? Медь. Но медь есть. Медь есть. Медь сейчас фиганю. Выключусь. Электричество не так много, как хотелось бы. Медях есть. Погодите. А медях у меня вот тут может есть. Да, медь есть. Так. Зря, наверное, голду туда запихал. Ну ладно. Печь. Есть печь. Долго работает. Стало долго делаться. Как-то баланс изменился с тех пор, как я на Марсе все это ставил. Первый раз. Но изменилось немножко. Канистра с грунтом. Ладно. Это все не страшно. Встали, а? Так. Надо голду поплавить. Все равно нужно. Потому что голды что-то там немного у меня было. Что у нас тут? Активная пассивочка надо ставить. Пассивка. Я пока буду ставить. О. Во. Пассивка тут останется жить. Как бы это странно не звучало. Пассивка тут будет жить. Так. Там что-то выпечелось. Ладно. А не так. Не, не так не нравится. Вот так. Это туда. Это сюда. Вверх. Вверх. Нет, нет. Одноконечная. Одноконечная. Да, блин. Что я творю, спросите вы. Я делаю трубу для кондиционера. А там у нее должно быть много радиаторов. Почему много? Потому что кондиционеров у нас будет тут. Нет, кондиционер-то один. Радиаторов на нем много повешено. Так. Хорошо. Что-то у меня там лязгнуло. Вот печка. Кстати, хорошо, что я ее, блин, одну сделал. Так, погасни. Погасни еще электричество жрать. Так. Золотишко. Давайте туда. Пусть там хранится. Печка, 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 печка. Ну, тоже норм. Вход-выход. А хотя... Блин. Во. Вход-выход. Вот он, вход-выход. Так, сюда бросили. Тут... Тут выпало. Вот как-то так. Два листа железа. Ой, здорово-то как. Так. Газовая горелка и еще два листа железа. Пойду листом железа нафигачу. Так, горелка и листы железа. Сейчас опять уже солнце вылезет. Да что я все роняю-то? Готово. Готово. Так, быстро. Быстро оно. Так. Так. Вход-выход. А я даже не знаю, что тут с давлением намутить можно. Ну, я поставлю кран. Сбрасывает давление, черт его знает. Наверное, не буду. Какое-то давление, температура будет, и ладно. Мне кажется, оно поплавит просто на ура. А, кстати, о пассивочках. Пассивку-то я сюда и в одну. А? Точно? Так, вот. И пассивку. Ага, вотнуло один такую пассивку. Елт, да и пролезу, зараза. Тесно тут стало. Тогда вот так. Ключиком вот эту фигню разберу. Времени уже много. Ключиком это разберу, все. Это же вход. Вход. Опа. Это тоже, наверное, надо снять. Сейчас по-другому что-то сделаю. Блин, главное, что солнце сейчас не вылезло. У меня труп мало просто. Слушайте, а зачем мне кран? Вот пассивка. Че на улице, то и в печи. Пока так будет. Ничего сложнее себе делать тут. Эй, дай пройду. Не буду. Вот и все. Грянут синим пламенем. Так. Там же вроде без давления. Ну, мне так кажется. Так, 27 угля. Шмяк. Угу. Делить один. Делить один. Делить один. 27. Ну, и мне кажется, тут сейчас все будет. 373 надо, чтобы вскипела железная руда. А че 17 железо? Я же 27 положил. Ладно, щас еще 10 положим. Че-то я не понял. Точно 17 грамм железо. Но оно и открываться не хочет. 373. Ну, я тут просижу, интересно, за такой температурой или сдохну раньше. Ну, я должен при этом присутствовать? А, вот пошло, да? Ну-то давай десяточку туда еще. 37 железо. У меня он 10 угля. Уголь, уголь, уголь. Уголь. Это уголь. Это похоже уголь. 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 Там просто че-то то ли не доплавилось, то ли еще че-то. Короче, какая-то фигня была. Давай. 3737. Все отлично. 400 градусов. Хорошо. Ну, печь типа активирована, типа работает. Мне кажется, самому не крякнуться от жары. 400. 600 тут будет. 600 будет. К бабке не ходи, 600 будет. Так, для стали че нужно пока посмотрю. Слизки. Свинца, серебра, стали. Так, печь. От 600 до 1000. От 100 килопаскаля. Ага. Что у нас тут? Ну, тут килопаскалей ты больше. Вот мне главное жару пережить самому. Не крякнуться. Так, че я хочу щас сделать? Я хочу щас закрыть дверь свою. Температра high. Температра, вообще пипец, какой high. Фу. 400. Это все очень нехорошо. Мало того, мне придется выбегать туда. И там что-то творить непотребное. С тем, что у меня старь получилась. Блин, только ненадолго открывать. Тут 400. А там вообще черт что творится. Так, а давайте мы посмотрим. Там нужно, чтобы было больше 600. Мир. 400. 398. Это у меня здесь, в комнате. А на улице. Понял? Сквозь стены я не посмотрю. Прямо термометр какой-то ставь. Ну чего. Солнце в зените. Погнали. Здешние 400 я портить не хочу. Поэтому делаем вот так. Фух. 600 градусов. 700к. Железовый углеводород. Не плавится, сволочь. Выход. Почему не плавимся? Температура ж нормальная. Ладно, все, пошло оттуда. Я не знаю, почему эта целость не расплавилась. Очень все это непонятно. Ну, такой немножко читерный, конечно, момент, что печку-то я не зажигал. Она так попыталась. А печку-то я не зажигал. Так, хорошо. Что мы с ней можем сделать? Нужен баллон кислородный. Что хай-то? Мы в тени сидим. Тут все закрыто. Не все закрыто. Я бы сказал, ни хрена не закрыто. Вот и хай по этому. Так. Ну, туда стойку можно присобачить. И кислородный баллон, с которым чуть-чуть воздуха. Чуть-чуть. Вот эту штуку открутить. Газовый баллон. Тут есть газовый баллон. С чем-то? С кислородом. 7 мегапаскалей. Это хренично, на самом деле. Такой на грани взрыва пребывающий баллончик. Ну, сейчас у нас там сядет. Все. Давайте инвентарь. У меня тут в инвентаре много всего, конечно, сказать. Так, стеклышки сюда. Ибо не хрен. Каркас. Стена пускай у меня пока лежит. Вентиль. А вентиль у меня есть. Хорошо. А это давайте разбирать. Пока все так. Пока солнце не село. Растойка для баллона. И вот это вот. Сейчас мы его сдуем. Все будет. На улице небось холодно уже. Да, падает температура. На улице. Повеяло вечерней прохладой. Как это еще можно сказать. Давайте сделаем так. Вот сюда кислород. Того будет меньше. Вейст танк, который куршин. Давайте сюда. Молчи. Критикал тебе. Так. Включить, отойти надо. Главное, что мне загорелось. Я умер. Ну, что поделать. Что поделать. Почему жахнуло? Ну, там загорелось. А почему жахнуло? Видимо, как-то баллон возгорелся. Я до сих пор в водородной атмосфере нормально себя чувствовать никак не начну. Постоянно ошибаюсь. Ну, что ж, господа. Морозилка не получилась. Пока не получилось. Я попробую за кадром все это подготовить. Ну, что ж. Жмите, пишите. До новых встреч.